Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Ирины Ковальчук и сегодня я буду готовить оладушки. Мои любимые кабачковые оладушки, но не буду их обжаривать в масле, потому что за счет этого они становятся немножечко не очень полезны, потому что набираются масло за счет обжаривания в сковородке. Буду их готовить в духовке без использования масла, но при этом они получатся такими же вкусными, такими же нежными, очень-очень-очень полезными, потому что в этом рецепте я к ним еще добавляю творог. Эти оладьи вам не нужно стоять и жарить на сковородке, переворачивая постоянно, смотреть за ними. Один раз вы замесили тесто, отправили в духовку, запекли и все готово за один, можно сказать, миг. Приступаем к готовке. Мне понадобится кабачок непосредственно и лучше, если этот кабачок будет молодой, с такой вот тоненькой, очень нежной шкурочкой, свеженький. Ну, я думаю, что вы знаете, какой кабачок вы любите больше всего. Здесь у меня стоит соль, но еще понадобится черный перец, одно яйцо, зелень, я использую лук зеленый и укроп зеленый, немного муки и творог, потому что я хочу еще в эти оладьи добавить творог, будет очень-очень вкусно. И первое, что мне нужно сделать, это на крупную терку, здесь она у меня, натереть кабачок и посолить его для того, чтобы он выпустил всю лишнюю жидкость. Отрезаю все лишнее, что мне понадобится, натирать и на крупную терку натираю. Кабачок натерли, его сейчас кажется, что много, но на самом деле он, когда выпустит весь свой сок, он будет уже не такой объемный. Можно так сказать. Добавляю соль, все это аккуратненько перемешиваю, можете ложкой, можете руками. Сейчас оставляю этот кабачок, чтобы он пустил сок буквально на минут 10-15, после чего нужно его хорошенечко отжечь. Спустя 10 минут видно уже, сколько соков выделяют кабачки из себя, поэтому уже пришла пора их отжимать. И делайте это удобным для вас способом. Можете поставить их на ситочкой, просто ложкой прижимать, можете их отжать полотенцем. Короче, кому как удобно. Я использую свой вариант. Вот такое количество сока и такое количество кабачков в итоге выходит. Где-то приблизительно в 2 раза, наверное, они точно уменьшаются, если не больше. Пока что кабачки отправляю в стороночку. И мне необходимо порезать лук зеленый и укроп измельчить и добавить к нашей смеси. Теперь сюда же я отправляю творог. Все это стараюсь перемешать, чтобы получилась однородная масса. Вбиваю одно яйцо. Обязательно следите за тем, чтобы оно не было слишком жидкое, это тесто, которое в итоге получается. Поэтому, если оно получается суховатое, то возможно, что нужно добавить одно яйцо или пол яйца даже. Но если вы видите, что оно получается жидковато, то тогда не нужно ничего добавлять абсолютно. Нужно посолить и поперчить по вашему вкусу. Ну и обязательно нужно добавить 1-2 столовые ложки муки. Все тоже зависит от степени густоты вашего теста. Вам не нужно его слишком забивать, потому что тогда они не получатся такими нежными. Но и обязательно нужно добавить, потому что не будет вязкости у оладушек. Вот 2 столовых ложки мне вполне достаточно. Все, подготавливаю противень, который застилаю пергаментной бумагой и духовку включила на разогрев 200 градусов. Противень застелен пергаментом и аккуратненько ложкой мы формируем наши оладушки. Стараемся, чтобы они у нас были плюс-минус одинаковой формы. Соответственно, я порционно ложу где-то приблизительно 1 столовую ложку. Проделываю так со всем тестом. В духовке я включаю режим обдув и засовываю противень с оладушками в духовку. Приблизительно 15-20 минут, все зависит от того, как справляется ваша духовка. 180 градусов я понижаю температуру и жду, пока они приготовятся. Если у вас нет обдува, то тогда нужно переворачивать ваши оладушки, если вы хотите, чтобы они были золотистые и с одной, и с второй стороны. Тогда придется переворачивать. Я в своем случае не буду, потому что у меня они и так зазолотятся. Достала я из духовки горяченькие оладушки. Хочу показать, что они поджарились у меня. Видно, что сверху и вот снизу. На самом деле, я ждала, пока они так хорошенечко зарумянятся, но достать их можно было и раньше. Просто я люблю вот эту вот зажаренную корочку. И, как видите, от пергамента они очень хорошо поднимаются. Даю им буквально немножечко остыть. И тогда буду перелаживать в другую тарелку. Безумно вкусные оладушки получаются в итоге без единой капли масла, с такой вот хрустящей золотистой корочкой. Так как я это люблю. Если вы не любите, как всегда, можете немножечко меньше времени их держать в духовке. Пока они тепленькие, как же это безумно вкусно со сметаной, с чесночком. Здесь я их подаю со сметаной, с чесночком. Можно и с зеленью, так как зелень у меня присутствует и в самих оладушках. И в соус я уже ее не добавляла. Но можно и так, и так. Используйте начавшееся лето по максимуму. Как можно больше включайте в рацион для вашего организма больше овощей. И тогда ваш организм скажет вам спасибо. Я желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч!